Комиссиям не хватает капитала Комиссиям не хватает капитала Инвестбанки теряют доходы в России Газета коммерсант номер 5 от 15 января 2019 года СТР 8 для инвестиционных банков, работающих на российском рынке 2018 год стал худшим за 16 лет По данным агентства Refinitif Их комиссионные доходы с трудом перешли отметку 170 миллионов долларов Что вдвое ниже показателя 2017 года Из-за сохраняющейся геополитической неопределенности Эксперты сомневаются в восстановлении рынка акционерного капитала При этом конкуренция на единственном открытом рынке долговом будет обостряться 4 квартал 2018 года стал очередным провальным периодом для инвестбанков, работающих в России По данным агентства Refinitif По итогам трех месяцев комиссии банкиров составили всего 56 миллионов долларов на 70% ниже показателя за аналогичный период 2017 года В целом же за год их доходы упали более чем в два раза и составили 176,8 миллиона долларов Таких низких заработков инвестбанкиры навидели с 2002 года, когда объем комиссионных составил 168 миллионов долларов При этом столь стремительного падения доходов не фиксировалось с 2014-2015 годов, когда на фоне введения секторальных санкций и обвала цен на нефть Вознаграждения упали в 1,52,5 раза Но даже тогда банкирам удавалось заработать больше соответственно 305 миллионов долларов и 193 миллиона долларов Нынешний спад на рынке, как и три года назад, был связан с расширением американских санкций против России Усугублялась ситуация опасениями негативного влияния на мировую экономику разворачивающейся торговой войны между США и Китаем К тому же, по словам со-руководителя Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ капитала Алекса Метерела В прошлом году фокус инвесторов был смещен в сторону акций американских компаний и имитентов из технологического сектора, что повлияло на снижение активности на развивающихся рынках В таких условиях падали комиссионные доходы по всем направлениям инвестиционного бизнеса Вознаграждение от андерайтинга на долговом рынке снизилось за год на треть, до 89,3 миллиона долларов по данным Рефинитив В прошлом году было выпущено долговых обязательств на сумму в 29,6 миллиарда долларов, на 31% меньше, чем за 2017 год Комиссии за синдицированное кредитование снизились на четверть, до 53,4 миллиона долларов По оценкам директора отдела долгового капитала Альфа-банка Дэвида Метлока, объем организованных синдицированных кредитов в 2018 году упал на 28%, до 11,7 миллиарда долларов Мы наблюдаем снижение потребностей в финансировании, что объясняется завершением инвестиционного цикла у многих крупных заемщиков Кроме того, негативное влияние на активность имитента оказал рост процентных ставок, отмечает директор аналитического департамента ЭК регион Валерий Вайсберг Наиболее сильно снизились комиссионные от услуг консультирования на рынке акционерного капитала Доходы от андерайтинга на рынках акционерного капитала снизились за год более чем в 23 раза, до 4,7 миллиона долларов По словам заместителя генерального директора Атона Павла Соколова, падение доходов в этом секторе связано с практически полным отсутствием сделок по размещению акций в 2018 году По данным Рефинитив В прошлом году было совершено только две сделки на 234 миллиона долларов Как санкции сократили комиссионные ожидания в отношении перспектив нынешнего года пока осторожные Очень сложно делать прогнозы на 2019 год, многое будет зависеть от макроэкономической и геополитической ситуации в мире, отмечает Павел Соколов Важное значение будет иметь развитие торговых отношений между США и Китаем В случае если стороны придут к компромиссу, стоит ждать восстановления интереса инвесторов к развивающимся рынкам На этом фоне российский рынок обладает рядом преимуществ, включая высокий уровень дивидендных доходностей В случае стабилизации геополитической ситуации мы ожидаем рост объемов бизнеса по сравнению с прошлым годом В частности, на рынок акционерного капитала могут выйти 2-3 крупных заемщика, которые, безусловно, будут интересны международным инвесторам, отмечает Алекс Метерел В случае дальнейшего нарастания санкционного давления останется открытым только локальный рынок облигаций И на нем, по словам Дэвида Мэтлока, продолжится ужесточение конкурентной борьбы за комиссионное вознаграждение Виталий Гайдаев Виталий Гайдаев